Доминирование двух команд Пять чемпионских титулов у Новой Зеландии, еще два у англичанок Здравствуйте! В эфире программа «Зачетное поле», рассказывающая о регби-игре, в которой выступают и женщины, и мужчины, причем оба пола и сильны, и прекрасны. Но все же мы сегодня большую часть программы посвятим могучей половине человечества. А как иначе? Ведь начало второго круга чемпионата России получилось просто бомбическим в Красноярске дерби антагонистов «Енисей против локомотива». Вводные перед этим матчем были вполне понятны. В июле тяжелая машина буксовала на Пензенском поле под проливным дождем, а, стало быть, должна была брать реванш перед своими болельщиками. Но все оказалось не совсем простым. Да, после атак пензенцев красноярцы устроили свой фирменный натиск, и главный попыточник чемпионата Николас Эстерхейзен увеличил свой актив. Второе взятие зачетного поля привезли себе сами, и сибирский мол сработал, как всегда, четко и слаженно. У чемпиона хватка, как у питбуля, и он старается работать сериями. Так и последовала третья попытка, на этот раз в длинную сторону с подключением Алексея Будыченко. В этих случаях фанаты соперника с ужасом начинают считать, с какой разницей сегодня проиграет их команда. Но локомотив испытаний Енисеем уже проходил и не отпустил хозяев в счете. Вначале запутали защиту быстрым смещением направления атаки, и Валерию Хлуткову оставалось положить мяч в зачетку. А затем похожая комбинация продолжилась прорывом Корзанова. Андрея к линии не пустили, а вот Герман Селенко в повторной фазе за счет габаритов противников продавил. И вот уже 12-19 и страсти на поле накаляются. Закончился тайм серьезной заварухой, в ходе которой пострадали даже те, кто не виноват. В частности, Сергей Янюшкин от Дениса Семпликевича. Еле уняли. Остановитесь! Вощельник! Уберите нож! Вы гляньте, гляньте на нашего активиста! Это же вооруженный бандит! Смерть! От смерта слышу! Холоп! Сейчас милиция разберется, кто из нас холоп! С первых минут второго тайма ожидался взрыв от Енисея. Все же команда настраивалась на другой ход борьбы. Но, к удивлению собравшихся, голевую атаку проводит локомотив. Шикарный перевод мяча с правого фланга налево. И здесь подтверждается факт, на каждого Эстерхейзена есть свой Вандер Мерви. Наш хукер заносит попытку и после реализации счет становится равным 19-19. Середина тайма прошла в борьбе за инициативу, но наши рэкбисты в один момент стали нарушать правила. А этого в поединках с Септяжмашем делать нельзя. И долгая атака хозяев завершается заносом Рамиля Гайсина, который вывел свою команду вперед ценой травмы. Потом были удаления у Енисея и финальное наступление пензенцев, но все-таки красноярцы выстояли. 24-19. Сурская дружина увозит из Сибири бонусное очко, хотя могли рассчитывать на большее. Чемпионат России среди дублей завершился, и его итоги вряд ли порадуют поклонников сурской молодежки. В эти полгода, пока длился турнир, спектр эмоций у болельщиков был самым разнообразным. И очень хотелось, чтобы наши парни завершили сезон на мажорной ноте. Но в этот день победа была нужнее соперникам. Несмотря на то, что молодые железнодорожники досрочно расстались с претензиями на завоевание медалей, на матч против славян настраивались серьезно. Не хотелось ударить в грязь лицом перед своим зрителем. Но у москвичей мотивация вообще запредельная. После того, как Енисей выиграл у Яра от ЦСКА УВВА, выяснилось, что желто-красные могут в случае победы дотянуться до медалей. Вот и бодались команды некоторое время, синхронно занося попытки. Но если слава старалась больше действовать через быстрые прорывы защитников, то пензенцы вели работу через нападающих. В итоге обменялись атаками по две с каждой стороны. И дебют регбийной партии остался ничейным 14-14. У нас дублем отметился Данил Зяблицев. Ну, считаю, что играли всплесками, потому что то получалось все, и мы атаковали, находились в чужой половине поля. То в итоге допускали какие-то глупые ошибки, возвращались к себе, и приходилось отрабатывать за троих, и поэтому многое не получилось, не заработали свои очки, когда заходили в чужую зону. А вот концовка половины матча за славой. Правда, железнодорожники сами подсобили. С интервалом в несколько минут схлопотали два горчичника. Столичная команда таким подарком не воспользоваться не могла и быстро оторвала счёте. Причём в ход шли любые средства. Заносили и молом, и веером от рака. И опять быстрым прорывом. Причём забег стартовал со своей половины поля. Но сквозь 13 игроков прорываться намного легче. Пензенский штрафной в исполнении Виктора Кельнова чуть сократил отрыв, но 17-31 это уже прилично. У некоторых молодых сдают нервы. Решили попробовать сыграть от себя. Получили два горчичника. И люди сидели 10 минут, два игрока. То есть играли в 13 человек. С первым как бы всё понятно. А вот со вторым, с десятым номером, то что... Ну, необоснованно я так считаю, что судья сделал. То есть в красной зоне показал, что перехват игрок. Ну, ему мяч попал в лицо. То есть надо лучше разбираться, надо смотреться. Начало второго тайма вновь не порадовало. Славяне на кураже продолжили атаковать. На этот раз чуть изменив тактику. Несмотря на то, что у пензенцев вышли, удалённые игроки в защите лучше не стало. Москвичи действовали быстрее. К тому же стали проходить удары ногой. Вот и получается, что гости на спинах защитников врывались за чётку. Три попытки подряд. И положение становится угрожающим в 17.48. Только после этого хозяева собрались и перевели игру к городу славы. И прервали молчание. Николай Давыдов сократил отставание, что вдохновило команду на новые подвиги. Во втором играли лучше, чем в первом. А у нас пошли замены. И замены как будто не ожидали. Но такого напорства от соперника. Поэтому, возможно, мы получили ненужные очки. Последние 10 минут матча были за локомотивом. Вот только начали отыгрываться наши парни поздновато. Хватило на попытку Олега Ажнакина и Павла Сошина. И в обоих случаях нападающие скалывались от мола и уходили от защищающихся. Тем самым лишили слова атакующего бонуса. 34-48, но жёлто-красным он и не был нужен. Москвичи, выдав ударный финишный отрезок, неожиданно для многих стали в чемпионате вторыми. Аккурат между сверстниками из Енисея и Красного Яра. Получается так, что это последняя была решающая игра. Если выиграем, занимаем второе место молодёжного чемпионата. Парни это сами всё прекрасно понимали. Поэтому спасибо выложились. Правда, в концовке немного подрасслабились. Пропустили 2-3 попытки буквально за 5-10 минут. Ещё больше новостей на официальном сайте клуба rugbylokomotiv.ru и в социальных сетях. Прекрасная пора, а чей очарование? Так великий поэт и наше всё писал про осень. Но не ведал Александр Сергеевич, что время о регби, иначе добавил бы и про российскую красу, и про соколовский трофей. Словом, про те самые масштабные детские турниры, которые традиционно проходят в октябре в Сочи. И на которые обязательно отправляются сурские команды, чтобы оказаться в центре внимания. Крупный детский турнир, как известно, разделён на две части. И первый для девочек 2009-2010 года рождения носит имя «Краса Регби». Наш край представляла команда «Локомотив Дюш», в которой, впрочем, кроме каменских воспитанниц, были представительницы Саранской и Перми. В этом возрасте обученность юных и регбисток совсем разная, что и показали игры в подгруппе. Уже в первой встрече не оставили шансов сверстницам из сборной Татарстана 55-0. Вторая игра против питерской команды «Лидер Шторм» принесла ещё более крупный результат 77-0. Фактически это означало, что каждая атака девчонок завершалась попыткой. Заключительный матч против «Севастопольской Чайки» был за первое место в подгруппе. И снова красно-зелёные уверенно не по годам ведут игру, спокойно защищаются и в итоге добиваются заслуженной победы со счётом 20-0. Ну что ж, первое испытание пройдено, причём в сухую. Юные железнодорожницы решили продолжать в том же духе. В четвертьфинале встретились с хозяйками турнира сочинскими регбистками. Вопросов, кто сильнее, не возникло. 35-0. В полуфинале «Локомотив» сражается с «Дюш» Лосина-Петровски. И снова наше зачётное поле остаётся вне прикосновенности. 30-0. Результат просто фантастический. 5 побед. Разница мячей 217-0. Но впереди финал против команды «Восток». То есть сборной Москвы и Зеленограда и былые заслуги в расчёт не принимаются. Ну и решающий поединок «Локомотив» «Зюш» провёл блестяще. 10-0 после первого тайма. 20 на 10 после всей игры. Наша команда, возглавляемая Максимом Любимкиным и Дмитрием Горбунковым, впервые в истории выигрывает турнир «Краса Рэгби». А вот успехи пензенских юношей, годом младше, выступавших на турнире Кубок Соколова, гораздо скромнее. Сурский край представляли два коллектива и оба успешно преодолели групповой этап. А вот далее пути разошлись. Вторая по ранжеру команда заняла 15-е место, а их старшие товарищи остановились на четверть финальной стадии, уступив «Красному Яру». Больше осечек не допускали и в борьбе за пятую позицию обыграли «Дагестан» 20 на 10. Место в пятёрке. Таков итоговый результат. А что это мы начали с женского Кубка мира по «Рэгби-15»? Нехитрая загадка. Дело в том, что очередной супер-форум стартовал в Новой Зеландии и продлится он полтора месяца. Ну а мы за это время успеем рассказать и про международные турниры, и про российские, а особенно про достижения пензенских команд. Каждый понедельник у 21.45 на 11 канале. Женский Кубок мира проходит в более плотном формате, чем мужской. Всё-таки здесь 12 команд, и разделены они на три подгруппы. Состав устоявшийся, и если есть изменения, то совсем незначительные. Кстати, российская сборная участвовала в первых трёх розыгрышах. Больших успехов не снискала, и в итоге единственная победа над шотландками. Ну а фаворитки, как мы уже говорили в начале программы, это чёрные папоротники и розы. Такие прозвища носят сборные Новой Зеландии и Англии. Причём представительницы Туманного Альбиона сейчас котируются намного выше. Что и увидела мировая общественность в поединке против Фиджи, где британки разнесли оборону полинезеек в пух и прах в 84-19. Новозеландки играли с Австралией, и Воларус вели в начале матча 17-0. Но островитянки как-то буднично сравняли счёт сразу после перерыва, а потом на поле была только одна команда. Новая Зеландия выигрывает 41-17 и показывает, кто в доме хозяин. Кстати, в этой же подгруппе важную победу одержали Валики, которые уже в добавленное время забили штрафной ворота Шотландии 18-15. Ещё одним коллективом, практически решившим свои проблемы, стала сборная Франции. От игры против Южной Африки зависело прохождение в четвертьфинал, и девушки в голубом провели матч здорово. 40 на 5, таков счёт. А ещё один успех в чём-то сенсационный праздновали итальянки. Чтобы иметь хорошие перспективы, им надо было убирать с дороги американок. И они это сделали. США терпят поражение 10-22 и осложняет себе жизнь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ